Губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства Тверской области. Первым вопросом были итоги реализации госпрограммы развития туристической индустрии Верхнего Лжия в прошедшем году. Обозначены приоритеты на 2024 и на период до 2030 года. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу обеспечить до 2030 года рост туристического потока в два раза, а также удвоить вклад индустрии в формирование внутреннего валового продукта. За последние четыре года количество гостей Верхней Волжи увеличилось с 1,4 млн до 2,8 млн человек, сказал Игорь Руденя, открывая заседание. В перспективе к 29-му году заложен рост числа туристов почти до 5 млн. Соответственно, растут налоговые поступления в бюджет. Очень важно, наверное, об этом надо сказать и поблагодарить участников рынка. Это налоговое отчисление, консолидированные поступления в бюджет области превысил 1 млрд рублей. Это очень хороший результат. И, собственно, мы не ошиблись, когда делали ставку на нашу индустрию туристическую. В регионе открыты 316 отелей, глэмпингов и кемпингов. При этом Тверская область лидирует в ЦФО по количеству коллективных мест размещения гостей. А по числу остановившихся в крупных отелях входит в тройку лидеров. По итогам прошлого года это около 800 тысяч человек. Причем в исторических городах губернатор ставит задачу размещать гостиницы в старинных зданиях. Предприниматель из Старицы Валерий Фетискин так и сделал. Сначала после ремонта открыл гостиницу в три звезды, а затем и еще одну, но уже четырехзвездочную. Конечно, есть спрос. То есть люди хотят в хороших условиях, хотя три звезды это тоже в общем достаточно условие, но хотят еще лучше. Потому что Москва и Санкт-Петербург, в общем, завышенные требования приезжающих. На заседании рассмотрены вопросы поддержки инвестиционных проектов в отрасли, создания новых объектов размещения и показов для туристов. Верхние Волжи в настоящее время входят в пятерку регионов России по обеспечению льготной поддержки инвестпроектов в сфере туризма. Среди крупнейших развитие загородных комплексов Гранд Селигер, Энкор Ресорт, Вилла Нобель. Игорь Рудени подчеркнул важность продвижения Тверской области на федеральном и мировом уровнях. Тем более, как показывают исследования, проведенные Минэкономразвития РФ, наша область интересна гостям из многих стран. Это арабские, китайские, индийские туристы, представители Персидского залива. Им очень нужны активные впечатления. Они готовы платить за впечатление, за такой активный отдых. У вас же есть море. И Московское море, и Рыбинское море. Хотя это два водохранилища. И там эти активности. И яхтинг, пожалуйста. И сапсёрф, пожалуйста. И вот такой активный отдых и зимой, и летом может вполне присутствовать. В текущем году в рамках единой субсидии участники туриндустрии смогут приобрести оборудование. Разработать маршруты для гостей. Обустроить причалы. Им предоставляется поддержка на создание объектов показа. Всего за прошедшие шесть лет реализовано 59 таких проектов. Муниципалитетам оказывается помощь в развитии предпринимательства в этой сфере. Обустройстве новых и уже действующих мест. Среди таких проектов этнокомплекс «Мямина» в Лихославльском округе. Всего в нашей области доступны для посещения более 50 объектов сельского туризма. Свыше 179 музеев и культурных центров.